Добрый вечер! Вы смотрите третий канал программу «Главная тема» в студии Владимир Соловьёв. Санкт-Петербургские верфи Объединённой промышленной корпорации спустили на воду новый корабль – судно снабжения нефтедобывающих платформ. Его заказчиком выступила Норвегия. Российские корабелы приятно удивили даже опытных судостроений норвежцев. Генеральный консул Северного королевства был в восторге. Среди судов такого типа это первый заказ, по которому российская верфь выполняет для иностранцев полный цикл постройки под ключ. О новой странице в истории российского кораблестроения – репортаж Сергея Куропова. Норвегия хоть и является судостроительной державой, но этот корабль решила построить в России. Раньше норвежцы заказывали у нас только корпуса. Во вторник Питерская Северная верфь впервые сдала практически полностью завершённые судно снабжения нефтедобывающих платформ. Норвежский консул буквально рассыпался в благодарностях и поздравлениях. Качественная работа. И вот это судно будет работать на шельфе где-то в мире, где работа будет и работа будет. Так что все довольны. В выборе Северной верфи норвежцы не ошиблись. Первоначальный контракт, подписанный два года назад, предусматривал лишь обработку металлопроката и профиля, а также изготовление и установку труб. Достраивать судно планировали в Норвегии. Однако, учитывая высокое качество работ, в Северном королевстве решили завершить заказ в Питере. Россияне построили корпус и системы корабля, выполнили окраску, монтаж, испытание оборудования и пусконаладочные работы. После спуска на воду судно проверят в море. А обслуживать буровые вышки на норвежском шельфе она начнёт уже через полгода. Партнёрство с Норвегией даёт возможность Северной верфи получить новые технологии, поднять уровень работы. И, как я сегодня сказал, на самом деле, сегодня фактически открыта новая страница в российском судостроении. Сам по себе корпус изделия, в общем, хоть и большой, но не очень доходный. А строительство судна под ключ, конечно, это шаг вперёд. Здесь больше добавленной стоимости, здесь хорошая маржа. Это возможность выплатить более высокую заработную плату, не забыть про налоги. И, в общем, все счастливы и Норвегии, и собственники, и работники, и государство. Сотрудничество с норвежцами будет продолжаться. В настоящий момент на стапелях Северной верфи выполняются ещё два похожих заказа. Судоснабженцы оборудованы специальными ёмкостями и грузовой системой для перевозки раствора, сыпучих грузов и метанола. Также корабли предназначены для участия в спасательных операциях и тушении пожаров. Один заложен был 10-го числа, второй – сдача июля месяца, начало августа. То есть мы скоро встретимся ещё на очередной церемонии, надеюсь, придача уже готова заказа закачивать. То есть это уже, как говорится, трёх единицах. Продолжение серии планируется, естественно. На Северной верфи надеются, что такими судами заинтересуются не только иностранцы, но и российские компании. В частности, питерские корабелы планируют сотрудничать с «Газпромом». Переговоры с газовиками, на которых судозавод представит эти корабли, пройдут в ближайшие дни. Сергей Куропов, Олег Полищук, Илья Репнин. Главная тема. Санкт-Петербург.